Краткая история для всех, отвечу. Я взял сэндвич, сел, вижу, сидит Алексей Навальный. Сфотографировал, он пил что-то в стакане, ну, возможно, чай, я и понятия не имею, что он пил. Я доел сэндвич, они сидели со своими, видимо, там, друзьями, сотрудниками, они втроем там сидели. Потом нам объявили посадку, все, все пошли на посадку. Потом он, когда мы уже взлетели, набрали высоту, он пошел в туалет и долго не возвращался. Но я думал, что я его просто пропустил. Я сидел в наушниках, спокойно там занимался музыкой. По итогу слышу, понимаю, что какой-то кипиш, снимая наушники, оказывается, что нас экстренно садят, нам самолет в Омске. Думаю, а кому-то плохо стало, поворачиваю голову назад и понимаю, что лежит Алексей. Привет, ребят. Давно хотел записать ролик по Навальному, давно хотел разобраться в ситуации, что же происходит. И все время не хватало какой-то информации. Информация и сейчас самая противоречивая. Но судя по тому, какие заявления сделали стороны, вот на сегодняшний момент можно попробовать разобраться в этой ситуации. Можно понять, кто отравил Навального, зачем, ну, по крайней мере, высказать версии. И сделать вывод, кому сейчас Навальный нужен живым, во что бы то ни стало. Вот есть такой человек, конкретный человек, мы его с вами сегодня назовем. Кому Навальный нужен только живым, в любом случае только живым. И мы с вами сегодня выясним, как связаны и какое влияние на Российскую Федерацию оказывают два самых, казалось бы, противоположных человека в истории нашей страны. Это Алексей Навальный и Александр Лукашенко. В любой истории надо вспомнить, с чего все начиналось. Начиналось в нашей стране все довольно так резко. Отменили карантин коронавируса. Немножко страна стала приходить в себя. После карантина коронавируса пошли праздники. И сразу на нас с вами обрушился арест Фургала. Фургал, Следственный комитет, и эта история только нарастает, потому что мы с вами стали смотреть на Фургала, тут бац и Беларусь. И следом бац, и оказывается, что Алексей Навальный, находясь под подпиской о невыезде и под уголовными делами, оказывается, путешествует внутри страны. Вот это, кстати, у меня большой вопрос. Как человек, находящийся под подпиской и под разными уголовными делами, может путешествовать даже внутри страны? А Навальный не первый раз так путешествует. Опять же, поправьте, я дилетант, я, наверное, ничего не... Ну, где я не прав? Расскажите, как он смог куда-то полететь? Ладно, Навальный летит в Сибирь. Делает там какое-то расследование. Что происходит дальше? Алексей берет чашку чая, печеньку, запивает все это дело, садится в самолет. Чай или кофе там был, не суть важна. И выясняется, что ему становится в небе плохо. И самолет, из самолета его выгружают и везут в местную сибирскую больницу. Могу сообщить, что пациент находится у нас в больнице. Состояние его тяжелое. А дальше начинается то, что начинается. Либеральная общественность стала говорить, что Навального надо срочно вывозить. Прокремлевская общественность сразу стала говорить, а что его вывозить? Президент, по-моему, Финляндии звонит Ангеле Меркель, задает вопрос по Алексею Навальному. Меркель звонит то ли Путину, то ли Пескову и принимается самое непонятное решение. Алексей грузит в самолет и вывозит в Германию. Да, на следующий день куча газет, телеграм-канала вышла с заголовком, как это может быть. Неужели за простым гражданином тоже прилетел бы самолет, увез бы его в Германию на обследование? Тут надо понимать несколько вещей. Во-первых, Навальный непростой гражданин. Вокруг Навального давно есть две версии, что он такой политик, лидер и боец, и абсолютно неподкупен. Есть вторая, крайне противоположная версия. Дескать, Алексей Анатольевич у нас проект Кремля. И проект Кремля, который когда надо людей выводит, когда надо людей не выводит. И обе версии, так вот их когда начинаешь крутить, имеют право на жизнь. Опять же, помните, что вокруг Алексея это делало уголовных много. Когда Белыха посадили, Никиту Белых, который сейчас сидит прекрасно себе, все были уверены, что и Навальный присядет. Но вот Навальный тогда волшебным образом не сел. Я помню его слова на радио, по-моему, ОХМ Москву. Он сказал, вы знаете, меня уже хотели было арестовать, но значит тепло ваших сердец, ваш протест сделал так, что вот я не сел. Прекрасная история, вот это да, когда тепло сердец не дало посадить Алексея Навального. Но те из вас, кто помнит, а я уверен, что все помнят, что сколько людей не выходило, а Ходорковский сидел. Вот сколько надо, столько и сидел. Сколько людей сейчас за Платошкина не выходит, а Платошкин сидит пока под домашним арестом. Мы следим за судьбой Николая Николаевича. Но и вот еще люди выходят. Когда в нашей стране выход людей на площадь был аргументом, опять же, посмотрите, тот же Фургал сидит, а Навальный не сидит. Аргумент, аргумент. Вот каким-то образом Алексею удавалось из-под этой истории выйти. Ну, вернемся в больницу, вот он там лежит. Значит, его супруга сразу говорит, что надо его вывозить. Значит, Меркель, Путин, вся вот эта история закрутилась. И Алексея берут и вывозят. Это, ребятушки, вы что хотите, говорите. Но в нашей с вами стране ничего без одобрения Путина не решается. По какой причине Путин выпустил Навального, ну, тут можно быть уверенным на 150%. Знаете, значит, Путину доложили, что это не наше. И Путин был 100% железобетонно уверен, что так как его везут в Германию, Меркель ничего такого сказать не может. Но это чистая логика. Потому что все остальное логике не поддается. Почему? Главного оппозиционера страны такого, да, и вывозят из страны, внутри которой он долбит чиновника в день и ночь. И вдруг эти же чиновники дают разрешение на вылет. Не, тут же товарищ сейчас звонил, сыграл, ну, я же тебе говорил, что он агент. Ну, что так его внедряют еще раз. И вот Навального вывозят. Да, ребята, не затребовали, принимающая сторона в Германии не затребовала медицинскую карту Алексея. Ну, с одной стороны, вроде как бы на месте можно сделать анализы, да. С другой стороны, если дорога каждая секунда, как это все выставляли прям, да, то почему бы не посмотреть анамнез, почему бы не посмотреть документы. Всегда смотрят врачи, принимающие стороны, смотрят анамнез, что там происходило. И вот не видя анамнеза, врачи тут же сказали, вы знаете, это Алексей отравлен. Все, железобетонно. Они нашли следы отравляющего вот этого вещества новичок. А новичок это такая вот, это метка последних действий, что если в деле новичок, значит это точно русский. И примером приводят историю недавнюю абсолютно со скрипалями. Все, и там новичок, тут новичок. Посмотрите, насколько после этого заявления ФРГ тут же курс рубля упал по отношению к доллару моментально. Вот просто он был там условно 73 рубля, а стал 75. Никто в этот момент не берет в расчет очень странных событий. Помните, как было со скрипалями? Британцы оцепили целый район, утилизовали все вещи кошек, собак там отлавливали как-то, ходили в костюмах химзащиты. Все вот это дело, перекрыли все районы и вот надо, то есть это супер опасное отравляющее вещество, которое. И как в случае с новичком это было в Российской Федерации? Поспортите со мной или поделитесь мнением. Ну вот смотрите, там значит оцепляли район и здесь Навальный спокойно себе садится в самолет и его травит новичком. И все люди, все пассажиры этого самолета живы. Больницу не оцепляют, ничего не оцепляют, никаких там обеззараживающих мероприятий не проводят. Какой-то странный новичок, согласитесь. Да, и мне тут еще одну версию рассказали, с которой я сейчас скажу, почему я так или иначе, ну она мне кажется рабочей. А если мы с вами предположим, что со скрипалем история обстояла совершенно по-другому? Предположим, кто его не травил? Что со скрипалем была история двойного агента. Двойного агента, которого вербанули в Англии. И на которого выманили вот этих ребят Баширова и его приятеля, которые ехали на шпиль посмотреть. Не с целью там его убить, упаси Господь. А с целью, значит, разыграла эта Ми-6, предположим, так, что вот едут туда эти два ГРУшника, чтобы снять с него информацию. Он говорит, ребята, ну меня вербанули, но я все еще верю в Родину, сейчас я вам что-то солью. Приезжают они туда, а дальше начинается этот цирк с конями. Ведь посмотрите, медицинская карта скрипаля нигде не опубликована, нигде. А то, что могут, ну то есть и российской стороне, сам организм его до ныне здравствующий, никто не предоставил. То есть написать можно все, что угодно, скрипаль жив-здоров, в России имеет полный карманный проблем. И появился такой триггер. Новичок, значит, русский. И тут вот эта вот история. Совершенно по-другому ведет себя это отравляющее вещество, но все вот говорят, это новичок, это русский. И это при всем при том, что российская сторона повелась максимально открыто. Помните, когда Рамсфельд, Донат Рамсфельд в свое время обманул Медведева. Буквально обманул, он ему сказал, что в ситуации, вот была большая ситуация по Муанмару Каддафи в Ливии. Когда Медведев, будучи президентом, ратифицировал, поддержал постановление ООН, и Рамсфельд ему сказал, что мы буквально порядок наведем, Каддафи убивать не будем, все будет хорошо. После того, как Россия, значит, поддержала резолюцию, все, тут же грохнули Каддафи, разорвали Ливию, и как бы и Медведев такой, ну вот, ну вот, мы там как бы так хотели. А что он еще мог сказать, что меня обманули, меня Дмитрий Анатольевич Медведев обманул, Донат Рамсфельд, нет. Так и тут, ребят, похоже, какая-то очень схожая история, что да, Навальный является знаковой фигурой нашей страны, да, по нему предельно открыто себя повели российские власти. У меня такое впечатление, что кого-то там обманули, то есть, буквально, я не знаю, кто давал гарантии того, что с Алексеем все будет хорошо, но мы имеем то, что имеем. И вот теперь мы подходим к вопросу того, кому сейчас нужен Навальный живым. Да, безусловно, Навальный живым нужен в первую очередь Путину, как бы это странно ни было. Хотя, а что тут странного? Путину он нужен живым, ребят. Путину, которого в очередной раз дергают в преддверии единого дня голосования вот сейчас осенью и в преддверии перевыборов, там, назначения преемников, в преддверии выборов в Госдуму. Это такая вот история, по которой точно будут введены санкции Путину и правительству Российской Федерации Алексея Навальный, как бы это крамольный, нужен живым, здоровым и желательно в Российской Федерации. Потому что пока он там в коме, я подозреваю, что он действительно в коме, можно крутить, вертеть и выдавать какие угодно тесты, анализы, там, рассказывать. Любые истории, да? Помните, я в начале ролика говорил, что в этой истории, вот в настоящий момент, очень сильно подвязан, как ни странно, Александр Лукашенко, который сейчас стал настолько податливым для Кремля, что у меня вот сомнения на его счет есть. Знаете какие? Вот обычно, когда человек себя так ведет, он понимает, что все потеряно. Вот Лукашенко сейчас понимает, что все потеряно. Он делает вот такие вот заявления, да, что я не нужен никому, кроме Москвы, но я выживал. Вы думаете, что я не понимаю, что я сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке? Да они спят и видят, чтобы я где-то сдох, как они кричали в воскресенье, как-то они кричали там. Сдохни, сдохни. Ну говори как. Чтоб ты сдох. Вот это их политика, они диктуют, и чтоб ты сдох. Поэтому я это все прекрасно видел. Но мне надо было спасти страну, мне надо было выживать. Александр Лукашенко, где ты выживал? Голодался и скитался еще, расскажи мне. Получая такие преференции с одной стороны, с Востока, когда тебя буквально кормили за счет бюджета Российской Федерации, так сильно кормился с Запада, значит, когда ты нефть и газ из России транзитировал в страны Евросоюза, зарабатывал на этом. И когда ты в Россию возил продукты Белорусского моря, креветки, хамоны, вот все, что на санкционном списке. То есть он пытался и доил успешно двух коров. Причем тут Алексей Навальный? Да при том, ребят, при том, что наши СМИ, наши отечественные, я не говорю, хорошие или плохие, опубликовали секретные переговоры радиоэлектронной разведки Берлина и Варшавы. И предоставил их кто? Правильно, Лукашенко. Давайте я вам напомню, как они звучат. Алло, добрый день, Ник. Как наши дела? Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлер. Ожидаем ее заявления. Отравление подтверждается точно? Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши. Согласен. Надо отбить охоту Путина, сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь это пятех проблемах России. А их немало. Тем более в ближайшее время у них выберут. День голосования в регионах России. Этим и занимаемся. А как ваши дела в Беларуси? Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно. Их поддерживает Россия. Чиновники военно верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече. Не по телефону. Да-да. Понимаю. Тогда до встречи. Пока. Пока. Мне одному кажется, что это штопанный стыд. Или правда. Как сидел Лукашенко, как та самая бабка. С кастрюлей у стены. Да. Радиоэлектронная разведка. Вот у него. И вот этот разговор перехватил. Все. И там все понятно, что оказывается история с Алексеем Навальным. Это и Путин тут ни при чем. А все о том, чтобы Беларусь отжать у союзного государства. И как мне тут недавно сказали, что это вообще история вся вокруг Алексея. Кстати, как вы относитесь к этой версии? Что это северный поток. Ну потому что как трубу дотянут, по ней пойдут миллиарды долларов. В казну России. И видимо на разные дома чиновников. В том числе там как-то это all inclusive. Все ради Белоруссии. И знаете почему? История схожая. Смотрите. Навальный лежит в коме. Тут же упал рубль. Лукашенко предоставил аудиозапись, что Навальный в коме это заговор. Рубль упал еще сильнее. Любые действия Навального, пусть даже он сам ничего не делает, вокруг Навального введут к ухудшению положения России. И скорее всего к ужесточению санкций. И скорее всего к введению новых санкций против России. Любые действия Лукашенко, направленные против белорусского народа, направленные сейчас видимо на интеграцию с Россией, ведут к падению курса рубля и к введению новых санкций. Если так задуматься, у меня один вопрос. Как мы оказались в этой ситуации? Ну такой цук-цванг. Любой последующий наш ход, наш ход. Любой последующий ход России ведет к ухудшению ситуации. И тем не менее, мне иногда пишут в комментариях, это, дескать, секретный план администрации президента. В администрации президента сидят люди даже не семи, а видимо там 35-ти пядей во лбу, которые все варианты просчитали. И в любом случае, вот сейчас вот это все закончится. И северный поток пройдет. И рубль останется в тех пределах, которые и был. И значит и Навальный, дай бог, придет в сознание. И все вот это разрулится. Чем все закончится, мы с вами узнаем на следующей неделе. Обязательно обсудим это в моих следующих выпусках. Я напомню вам, что это канал на самом деле. Я Семен Данилов. Я делюсь с вами своим субъективным мнением. Я читаю ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, если не сделали этого до сих пор. Остаемся на связи.